Резко вырос, резко упал. Вот только цены в магазинах не упали, а где-то даже выросли. Владелица бутика модной одежды рассказывает, колебания курса евро и доллара ощутили на себе многие. Стремительный рост валюты весной этого года отразился на стоимости закупки сезонных коллекций. Курс рубляк евро варьировался очень сильно. И фактически мы выкупали товар по курсу примерно от 70 рублей за евро до 135 рублей за евро. Кроме этого, мы тратили довольно-таки большие суммы на всевозможные комиссии, потому что комиссии по конвертации рублей в валюту, за переводы и разные другие скрытые комиссии, они доходили достаточно до больших существенных сумм. Однако предоплаты, сделанные за 8 месяцев, все же помогли избежать критических расходов и вынужденного повышения цен. На сегодняшний день курс евро на бирже упал до 58 рублей. Владелица бутика не скрывает, о такой стоимости в период закупки коллекции можно было только мечтать. С одной стороны, радостно, что курс такой, мы стараемся максимально выкупить большую часть товара. С другой стороны, мы понимаем, что это явление, скорее всего, временное и ждем нового скачка, скажем так, валюты. Предполагаем, что, скорее всего, он наступит. Если не сейчас, то, может быть, там, летом или в конце лета. Для Марины изменение курса валюты пришлось как раз вовремя. Женщина планировала отдых в Турции и резкое падение помогло ей неплохо сэкономить. Когда посчитали тур на двоих взрослых на 9 ночей, правда, вылет из Москвы получился, тур стоит 150 тысяч рублей. А это мы считали в пятницу. А когда я пришла оплачивать в понедельник из-за того, что курс евро понизился, то для меня был приятный сюрприз, что тур у меня обойдется в 142 тысячи рублей. Если путевки туристы берут по курсу Центробанка, то на карманных деньгах при поездке сэкономить не удастся. Вариант обзавестись – карта UnionPay. Правда, за нее сначала нужно будет заплатить больше 7 тысяч рублей. В банках Барнаула европейскую и американскую валюту купить можно, но о былой доступности придется забыть. А если все же приобрести удастся, то стоимость от курса Центробанка будет далека. Придется отдать 80, а то и 95 рублей за евро. Нужно подстраховаться. Наверное, будем часть наличными, часть на UnionPay и часть на карту МИР. Потому что ситуация такая, а нестабильная. Надо, чтобы везде по чуть-чуть было. К слову, стабильность стоимости товаров при изменении курса валют специалисты объясняют желанием предпринимателей перестраховаться. Из-за того, что курс был очень нестабилен, люди заложили уже в цены какие-то более высокие курсы, не те, которые есть сейчас. То есть они пытаются нивелировать риски каких-то колебаний, потому что оборачиваемость товара из-за низкой покупательной способности выросла. То есть товар стоит на складах дольше и, соответственно, в случае опять повышения курса могут возникнуть проблемы. На самом деле резкое падение валюты далеко не всегда в плюс. Надо смотреть на курс не только с точки зрения импортеров, которые покупают товар и предлагают его, но и с точки зрения экспортеров. Они должны тоже исполнять свои обязательства. Налоговая база должна наполняться. Поэтому Центральный банк сейчас регулирует этими возможностями, послаблениями какими-то, поддерживая более высокий курс. Возможно, он снимет еще больше ограничений. По словам многих российских аналитиков, скоро курс рубля к доллару начнет ослабевать. Эксперты сходятся во мнении, что крепкая российская валюта будет до конца мая, после чего начнет слабеть до более реальных на сегодняшний день значений. Так что сейчас самое время покупать, но главное найти, так как продают только ту, что поступила в банки после 9 апреля. Кстати, большей части населения до доллара нет дела. Ведь и сегодня, и завтра, когда рубль снова ослабеет, резкого снижения цен на товары и услуги не предвидится.